Инвестиции в промышленность 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 Скажем так, вопрос назову сразу. Для республики вообще важно, инвестор это извне или в? Для республики важно, чтобы был инвестор. Просто? Да. На самом деле, не принципиально, просто с внешним иногда сложнее работать. Особенно с иностранцами, для него Россия, это Москва, Питер, и все, что дальше, это достаточно сложно ему объяснить. И кропотливо ему приходится объяснять, в чем прелесть Башкирии, с точки зрения промышленности, с точки зрения сельского хозяйства, туризма. Но самое главное, логистики, потому что неважно, где ты производишь, главное, как ты будешь доставлять своим потребителям. И в этом плане Башкирия имеет неоспоримое преимущество, конкурентное. А внешнему это объяснять не надо, и он сам заходит, он понимает, какие золотые капли есть в Башкирии, и как он может воспользоваться этого для реализации своих проектов, для расширения своего бизнеса. Как показывает статистика, во что готовы вкладываться инвесторы? На самом деле, есть приоритетные направления, которые для республики важны, где есть поле для деятельности инвесторов, это и сельское хозяйство, туризм, логистика. Мы, к сожалению, по некоторым параметрам отстаем. Лесопереработка, это тоже у него... То есть, то, где у Башкирии есть ресурсы, туда инвесторов нам и надо. Недавно республика Башкортостан участвовала в Сочи, если не изменяет память, в форуме. Инвестиционный форум. Инвестиционный форум. Наша республика была представлена. Давайте небольшую информацию дадим для телезрителей, что мы вообще принимаем участие в таких мероприятиях. Да, есть несколько знаковых форумов. Это Сочи, Ялтинский форум, Питерский форум. Питерский, он самый масштабный. И республика всегда участвует. Представленность. Там собираются и инвесторы, и регионы, и органы федеральной власти. И на этой площадке идет постоянное общение, переговоры, заключение каких-то меморандумов, соглашений о дальнейшей реализации тех или иных проектов. Поэтому эти площадки очень важны. И представленность республики, она неоспорима. Мы каждый год ездим. И какие-то новые возможности мы оттуда привозим. Ну, вкратце расскажите, чем приехали коллеги из солнечной нашей столицы? Чем порадовали вас? Возможно, обзавелись какими-то партнерскими отношениями? Партнерскими отношениями обзавелись. Это опять-таки и в сельском хозяйстве, переработки сельскохозяйственной продукции, в логистике. Мы прорабатывали вопросы с РЖД-логистикой по реализации здесь, на нашей территории, проектов по контейнерным перевозкам. Ну, и некоторые другие проекты. На самом деле, встречи, они, вы знаете, сопровождение инвест-проектов, это длительная фаза. И, скажем так, тот танец с инвестором, который идет, он достаточно долгий. Он иногда может идти два года. От первой встречи до реализации и выхода на площадку иногда длительное время приходит. Они собирают информацию, мы помогаем им собрать информацию, структурируем так или иначе проект. Какие-то взаимодействия с поставщиками, с потребителями и так далее. Потому что проект, он достаточно длительный период занимает. Ну, а потом уже, когда на форум приезжают и подписывают соглашение, все говорят, ну вот. А что за этим стоит, это очень кропотливая работа, большой команды и всех уровней, скажем так. Поэтому любой форум – это большая подготовка. Ну, пусть это останется тогда тайной, не будут нам раскрывать. Пусть это будет в кулуарах, так скажем, этих общений. Сочи, Сочи. Это, конечно, хорошо, но у нас есть Уфа. И давайте напомним, что 26 февраля в рамках российского промышленного форума в Уфе состоялась секция индустриальной парки. Все верно? В регионах? Да. Мы были организатором круглого стола. К нам приехали наши друзья-спикеры из регионов, из ассоциации индустриальных парков. Были наши представители, управляющие компанией индустриальных парков. В Башкирии их всего 11. Мы обсуждали о возможностях, о трудностях, которыми сталкивается управляющая компания индустриальных парков, о поддержке индустриальных парков. Дело в том, что индустриальный парк – это не самоцель. Это все-таки инструмент для привлечения инвесторов. Потому что инвестор, когда заходит в регион, чем короче его прединвестиционная фаза, тем быстрее он выйдет на период окупаемости. И соответственно ему нужны готовые площадки. Он приходит, если есть готовая площадка, если есть управляющая компания, которая берет на себя определенную часть головной боли по управлению сетями, дорогами и так далее, то тогда у него быстрее происходит принятие решений о входе в регион. Поэтому индустриальный парк, в зависимости от того, как мы его позиционируем, быстрее выстреливает инвестиции в регион. Это инструмент. Времени осталось не так уж и много. Хочется напомнить телезрителям, что вообще такое индустриальный парк, почему это хорошо, во-первых, и что у нас планируется в этом направлении. Давайте напомним про агропарк, который также планируется. Да, индустриальный парк это площадка. Есть ГОСТ. В 2015 году был принят ГОСТ, согласно которому эта площадка, оснабженная всеми коммуникациями. Индустриальных парков бывает двух видов. Гринфилд в чистом поле и Браунфилд. У нас под управлением находятся два индустриальных парка. Гринфилд это Уфимский, а Браунфилд это Химтера Благовещенский. Дело в том, что индустриальный парк подразумевает, что инвестор, приходя, резидент так называемого индустриального парка, приходя на площадку, он имеет возможность подключиться к сетям за достаточно короткий промежуток времени, потому что они уже подведены до границы участка. А если это все-таки Браунфилд, то он, условно говоря, привозит свой станок, включает в розетку и начинает пускать продукцию. Вот философия индустриального парка. Чем отличается агропарк? Дело в том, что индустриально это все-таки промка, промышленность. И агропарк это больше всего переработка продуктов питания, производство продуктов питания. Соответственно, оно рядом никак не может сидеть, есть ограничения, санитарно-защитные зоны. И вот агропарк, мы сейчас занимаемся двумя агропарками. Это немного другая концепция, там будет только переработка сельхозпродукции и выпуск продуктов питания. Вот нашим многим телезрителям, я уверен, очень интересно, потому что многие боятся таких громких названий, которым термины, которым даже не знакомы. Почему это полезно? Надо объяснить телезрителям, что это ведь новые рабочие места, это первое. Это прежде всего новые рабочие места, это новые технологии, потому что чаще всего легче построить с нуля завод, чем реконструировать старый завод. К сожалению, время нашего эфира ограничено, мы бы могли с вами общаться бесконечно на эту тему. Мы желаем вам успехов в вашей нелегкой работе. Представляйте нашу республику достойно, чтобы все инвесторы, которые окружают нашу прекрасную страну, приходили только в республику Башкортостан. В информационном вечере в гостях был генеральный директор корпорации развития республики Башкортостан Голов Олег Евгеньевич.